В Мутичинском историко-художественном музее открылась необычная выставка. Свою коллекцию моделей машинок представил местный житель Дмитрий Кондратенко. Игрушки, о которых несколько десятилетий назад мечтали все советские мальчишки, в последние годы превратились в уникальные экспонаты. И теперь уже взрослые люди разыскивают их по всей территории бывшего СССР. Легковушки и грузовики, солидные лимузины и скромные жигули, кабриолеты и целые свадебные кортежи. Дмитрий Кондратенко собрал практически все модели советского автопрома. В его коллекции более 250 машинок, включая самые редкие и дорогие. Первые модели мне купили родители в детстве, то есть практически всю жизнь. Но активно стал собирать последние 2-3 года. У меня была до этого небольшая часть, а последние несколько лет я уже более стал активно этим заниматься. Именно в последние годы несерьезные, на первый взгляд, занятия коллекционирование машинок стало особенно популярным. Любители разыскивают игрушки по всей стране, выменивают их и покупают, и даже проводят специализированные акционы. Нужно настоящее везение, чтобы приобрести действительно уникальный экземпляр. Одна из наиболее редких моделей, которые у нас есть, это КАМАЗ. Он первого выпуска. Особенность ее в том, что кузов выполнен в виде тупой кромки. Эта модель вообще уникальна тем, что она была выпущена к Олимпиаде Московской. А Москва 80, они написаны. То есть у нее, как и у всех КАМАЗов, поднимается кузов и открывается кабина. 30 лет назад такой КАМАЗ стоил меньше 6 рублей. Сегодня же стоимость машинки может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Настоящую ценность представляют только игрушки, выпущенные в советские годы. Мастера делали их на совесть, прорабатывая каждую деталь. Если это карета скорой помощи, значит в ней, как и в настоящей, должны быть носилки. На крыше свадебного лимузина – обручальные кольца. А под капотом дореволюционные еще модели автомобиля – копия мотора. По машинкам, собранным Дмитрием, можно изучать историю Советского Союза. Вот юбилейная серия, выпущенная к 70-летию Октябрьской революции. Много моделей изготавливали специально к Московской Олимпиаде. Стенды с пожарными и милицейскими машинами показывают, как развивалась специализированная техника на протяжении целого века. Подобных выставок довольно мало. И потом у нас цель такая, что если у кого-то есть где-то лежат свои старые модели, они могут нам принести, показать, поделиться, обменять, продать. То есть цель такая общая – показать то, что у нас есть, и, соответственно, посмотреть, что есть у других. Уникальную выставку в Историко-художественном музее можно будет увидеть до 15 февраля. Причем не только полюбоваться на удивительные экспонаты, но и приобрести некоторые из них. Ольга Климкина, Денис Петров, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова